итак ребята всем привет сегодня мы выехали на то же место где мы копали в прошлый раз но немножко с другой стороны вот пообщались мы хозяином вот это вот участка вот и он рассказал небольшую интересную легенду в том что когда они строили дом и экскаватором здесь копали вот именно вот в этом месте они нашли человеческий череп череп ребенку ну естественно не это перри захоронили здесь вот видно крапива здесь здесь это первые симптомы того что здесь были дома вот и здесь вот проходя мимо у меня был сигнал и вот у меня выпал первый кругляшок кругляшок вот такого-то размера зеленый сожалению я вам сейчас немножко сейчас я смочу и вам скажу что это но судя по толщине монеты это наверно какая деньга сейчас вам скажу да ребята это у нас деньга это у нас деньга и сейчас 700 наверное 50 какой-то год ладно не буду тереть сохранчик вроде бодренький странно то что она такая очень зеленая хорошая монета первой находкой за сегодня сегодня мы будем копать допоздна до самой темноты выехали мы сегодня в три часа то есть у нас где-то примерно есть 4 часа на наши поиски ладно находки будет обязательно покажу смотрим очередная находка и вот такого рода конина обычная конина ладно они на здесь очень много даже иногда не хочется отвлекаться на них все же конина это предмет старины так что снимаем канал у нас исторический будем снимать все что касается старины все смотрим итак ребят у меня очередная находка вот такая вот старинная ложечка судя по размеру это черпачок такой наверное как появилась алюминия это между прочим ручная работа все отбивала с молоточком по нему видно где-то примерно 19 век может конец 18 хотя могу ошибаться итак ребят прошел я три шага сигнал был отвратительный равно копнул и вот у меня попалась вот такая советская монета 20 копеек 1961 года очередная находка это у нас тонкая медная обручалка каждый коп у меня конина и обручалки ладно смотрим у фартового находка это у него монитосик ранее ой поздние советы 1961 год 2 копеечки находка такая себе ничего ценного нету ну ладно монета все смотрим итак ребята вон стой вон ямки я поднял обручалку здесь вот сигнал был я решил копнуть и появился такой маленькая монета 10 копеек квадрате сорок девятого года такая тумя монета и так ребята у меня такого рода находка вот это генеральская хреновина который на воротник присобачивалась значит здесь у нас как недавно были генералы вот такая хреновина мне не нужно обратно мы ее землю закопаем вот так вот находочка у нас такая вот у ребята ой какая красота это ребята крест штурвай штурм штурвальчик у меня аж дары речи пропал целенький ничего не сломано смотрите какой большой ой какая красота ой какая прелесть замечательный крест это у меня первый штурвальчик это дело надо обкурить просто прелесть ладно ребята смотрим находки вроде все-таки есть продолжаем у меня очередной сигнал и вот такая мизерная конинка вообще маленькая наверное меньше я еще и не встречал ладно топаем смотрим в этой ямке я поднял крестик штурвальчик а вот в этой я выцепил вот такую царь конину огромная конина таких конин у меня еще не было огромных замечательная вещь ну конечно отправляется находку коллекции форту вот такая вот конина необычная зубцами по всему диаметру у меня круглые а вот у него такая вот более-менее симпатичная ну конечно и не сравнится с моей царь кониной которая размером шайбу но все равно приятно все смотрим у меня очередной сигнал и это снова конина наберу я сегодня наверно целую упряжку на целую тройку они полно ладно так ребята у фортового очередная находка первый у него царик 1 копеечка 1876 года принципе сохран бодрый если чистить будет таким щадящим методом то патина останется всякой вот эта дрянь которая сейчас на ней отвалится ладно с починами его смотрим среди вот этого мусора фортовый поднял вот такой вот замечательный крестик лепесток где-то периоды 18-19 век ну как говорят что это женский крестик такой средний крест бывает еще больше вот так неплохая находка сигнал очень был отвратительный все равно решил его копнуть и не зря вот смотрите что у меня выпало то что я вчера подымал вот такая вот у нас в интернете осмотрел это у нас называется счетная счетный жетон счетный жетон георгий шестнадцатый о ребята меня такого нету все были совсем другие а это прям прекрасный так непонятно что написано ладно не разберу немножечко и вам сделал какой-то здесь сердце пробитые стрелой внизу какие-то птицы были на ребят это какой-то я не знаю любовный медальон сердеть два сердца пробитый стрелой и внизу два орла или два лебедя а здесь написано разные иностранные ладно чуть позже обзор сделаю и фотографию прикрыть ладно смотрим очередная находка разломал я кусок и вот так вот лежал совсем малюсенький лепесточек берем ее и смотрим вообще маленький очень маленький ну хорошая находка тем что он маленький целый редко когда найдешь маленький крестик и целый смотрим находочка замечательно отправляется в коллекцию у меня находка вот такая вот попалась меня гильзы видно что старая но судя по капсулю как будто вчера была отстрелена на ней надпись у нас ремингтон 1717 это означает что это гильза от патрона семнадцатого года так тогда у нас немножко отойду от темы по истории было что в семнадцатом году были проблемы с боеприпасами и нам поставляли американцы ружья и вот патроны в семнадцатом году так что вот этот патрон у нас семнадцатого года американская ладно смотрим у меня очередной сигнал и это снова угадайте что вот такая вот конина красивая конина ну ничего я его лопаты немножко чиркнул ладно отправляется ко всем остальным всем гостям моего канала рекомендую подписаться здесь вы увидите много интересного видео что связано с металлопоиском и полезной информации будь всегда первым при просмотре новых видео а для этого тебе надо подписаться нажать на колокольчик поставить галочку и ты будешь первым оповещен о появлении нового в выпуску очередная находка но не знаю что это такое какая-то накладка это у нас написано 10 10 наверное был написано 10 не знаю что это такое у кого есть предположение скажите может номер дома 10 10 или что-то в этом роде непонятно ну это у нас из мягкого металла скорее всего латунь штамповка ладно возьмем и так ребята у нас портовый поднял такую монету у нас поздние советы 3 копеечки тысяча девятьсот ничего такого но монета как говорится находка и ему за это плюсик не очередная находка и могу вам заранее сказать что это монета а где она вот вот у нас монетка сейчас мы скажем что это их ребята это у нас советик советик 15 копеек в квадрате 1957 года ладно все равно лучше чем 61 все смотрим портовый который у нас стас буду его стасом называть портовым поднял он такую монету монет у нас это 1 2 копейки николай 2 год у нас 1909 как раз в принципе бодры но к сожалению на его по центру немножко ботну ну ладно как можно по такой монете и умудрится лопатой ботнуть ладно смотрим и очередная конинка но это уже более старые чем те ну ладно для полного обзора снимаю они на смотрим находки вроде есть копаем дальше на дороге был сигнальчик и вот выкопал вот такой очередной вырубыш две копеечки были николаевский наверное очень часто встречаются эти вырубыши а сколько часто даже больше чем монеты ладно смотрим портовый у нас сегодня фортит поднял такую мизерную копеечку 1965 года ничего очередной зачетным как говорится ну ладно будем продолжать у нас еще пока время есть пока еще светло у нас в этом лесу я думаю еще у нас полчасика это точно есть до тех пор пока темнеет будем продолжать у нас выпала такая вот находку фортового очень маленький тоненький крестик сожалению рисунка никакого не видно может и будет видно после чистки хотели что-то проглядывается вот у нас батарейки у обоих на исходе на последнее вздыхание камера у нас тоже одно деление и по одному делению на приборах осталось но все равно у нас день подходит к завершению начинает уже солнышко опускаться за горизонт так что наверное еще минут 20 покопаем и будем собираться в дорогу так ребятами очередная находка и это элемент конской упряжи такая вот конина обычная без рисунка гладкая ровная ладно находка смотрим с разряда шмурдика редко когда увидишь такую целенькую обычно такие вот колесики видно это ведь и все вместе он даже крутится не знаю стасу покажу может ему такая фиговина нужно ладно будем дальше продолжать свой поиск хотелось бы монет вместо этого итак ребята у стаса вот такая вот хреновина выпало мы его правда посмотрели что это но это хреновина всем хреновином хреновина зарази рады шмурдика но она очень интересна тем что здесь видите видно крыло это было что-то от чего-то связано с императрисской символикой видно здесь два герба и вот пол крыла примерно размером наверно такая вот была здоровая наверно с ладонь как минимум хороший шмурдячок жаль что он вот такой убитый ладно будем продолжать еще у нас светло пока все видно будем продолжать копать итак ребята у меня прибор сел портовый еще копает вот тоже сейчас будет подходить солнышко у нас села на улице загорелись фонарей вот и на этом я буду заканчивать свой коп покажу что у нас сегодня под металлоискатель попалась и мы естественно выкопли находки нас вот какие вот начнем слева направо сверху вот мои находки снизу вот стаса вот две копеечки были раньше когда-то вырубали на колечко вот такую фиговина стас мне отдал ему эта фигня не нужна вот и конина раз два три 4 5 6 7 8 8 конинок это грубо говоря практически прям на целую упряжку колечко обычная пульку гильзу я взял потому что интересно здесь надпись как вы видите семнадцатого года по монетам у меня сегодня не густо 10 копеек у нас сорок девятого года 15 копеек пятьдесят седьмого года 20 копеек шестьдесят первого и вот интересная монетка у нас это деньга тысяч семьсот пятьдесят четвертого года затем у меня такая вот интересная вещица фотографию я приложу очень интересно любопытно и огромная вот эта конина маленький крестик и вот такой красивый красивый у меня штурвальчик вообще хорош нигде не погнут замечательно у стаса вот такая вот конина с узором две копеечки год я сожалению не скажу но использует поздний совет три копеечки шестьдесят первого две копеечки он поднял двадцать шестого года крестик рисунка практически не видно вот такой крестик лепесток замечательный с молитвы с другой стороны вот копеечку у нас одна вторая копейки царские николай второй 1909 года копеечка у нас 65 года и копеечка тоже александровская 1876 года вот такие у нас сегодня находки в принципе не густо все равно мы снова выбивали место которые которые мы в прошлом видео увидели то есть в этом же леску мы проходили а сегодня мы его добивали и как видите результаты налицо теперь мы наверное будем искать новое место для поиска вот такие вот у нас находки вот такой вот у нас получилось видео копали мы примерно сейчас время наверно 8 часов копать мы начали с четырех где-то наверное ну примерно четыре часа покопали отдохнули пообщались вот такой вот у нас результат на этом я заканчиваю всем ребята удачи на копе ищите монеты выкладывайте и радуйте остальных всем удачи всем пока подписывайтесь на канал ну и конечно обязательно комментируйте все до встречи выкладывайте